Друзья, всем привет! Находимся в BMG Drive. И что же это у нас тут за пробочка? Что же эти все люди делают здесь? А я вам отвечу, они пытаются переехать на другую сторону дороги. Раньше это было сделать невозможно, поскольку был один подвесной мост, по которому могли передвигаться только пешеходы. Конечно, могли проехать и легковые машины, но это было делать запрещено, поскольку небезопасно. А на таком транспорте, как, например, этот военный мост, попросту обрывался. И что же решили сделать власти? Ну, как вы уже заметили, они решили попросту добавить второй мост. Не знаю, поможет это или нет, но по идее распределение веса автомобиля теперь уходит на два моста. И я надеюсь, что дальнобойщик Василий, ты сегодня впервые, наконец-то, проедешь по этому замечательному мосту. А кто-то говорил, что власть не заботится о людях, о народе. Заботится, друзья! И еще как заботится! Посмотрите, что выстроили! Вот это да, молодцы! Давайте же посмотрим, как это у нас работает. Самое главное, конечно, друзья, колесом не провалиться в центр, потому что тогда мы просто улетим. Ой, я, по-моему, кое-что не предусмотрел. Если мы сейчас будем ехать, видите, вес распределяется на две стороны. Соответственно, получается, у нас мост будет наклоняться в обе же стороны. И, по сути, у нас сейчас открывается яма все больше и больше. Я бы этого, конечно, не хотел, но, по-моему... Таксист, ты, конечно, смельчак, чтобы везти пассажиров по такому мосту, но, по-моему, ты сегодня улетишь. Нет, друзья, не работает. Я об этом скажу сразу, что просто не работает. Не рассчитали власти, не рассчитали! Вы посмотрите, что происходит! Все, я упал! Я просто упал! Замечательно! Вот это видончик! Да, красиво! Я согласен, это очень красиво, но, по-моему, ему легче было бы проехать просто по одному из этих мостов. Потому что точно бы он бы выдержал. Но у нас таксист рискует. Слушайте, может, мы все-таки протянем? А, пожалуйста, я уже вижу, как колесо уходит! Блин! Очень опасно, друзья, очень опасно. Нужно сразу же три машины легковых. Тогда будет равновесие хорошее. Ладно, будем пробовать. Едем. Главное контролировать, чтобы колесико не улетело. Мы разобьемся сразу же, если упадем. Я не хочу разбиваться. Осталось вроде бы немного. Я надеюсь, что у нас получится. Таксист. Газко. Я знаю, сегодня тебе повезет. Да, друзья, обалдеть. Мы смогли. Да, таксишечка успешно. Без последствий проехала. Ура, друзья. Слушайте, а ведь срабатывает. Ну ладно, на легковом мы бы и так, говорю, еще раз проехали, да? А что же будет на транспорте потяжелее? Гелик. Гелик. Резвый, бодрый. Но, насколько мне известно, он весит чуть побольше, чем такси, автомобиль. И плюс у нас здесь еще 150 килограмм манекенов. Но я что-то уверен на 100%, что он проедет. Но торопиться мы не будем. Торопиться не будем. Потому что, по сути, это тоже легковой транспорт. Он может быть чуть-чуть выше. Слушайте, у него колеса широкие. И это плохо. Это очень плохо. Мне так кажется. Потому что таксишка, смотрите-ка. И почему-то центр тяжести как-то очень странно играет. Не ожидал я. Не ожидал такой вид. Друзья, мы улетим! Нет! Мы сейчас улетим! Черт! Что происходит? Почему? Почему меня завалило, черт возьми? Очень нестандартная, друзья, ситуация. Я даже не знаю, как из нее можно выйти. Ой-ой-ой, нет-нет-нет! Отлично! Нет! Мы просто не проехали! Все! Обалдеть! Гелик утонул. Гелик за 13 лямов и два товарища просто утонули. Ну, как есть, так и есть, друзья. Все-таки не рассчитал. Но, опять же, ему выгоднее было проехать, конечно, по одному из этих мостов. Но, честно сказать, друзья, поворот очень неожиданный. Ладно, я вижу, что в центр, да, идет смещение веса. Но, чтобы на одну сторону было смещение, для меня это удивление. И что будет сейчас, когда ребята хотят ехать на охоту далеко в леса? Что теперь? Они что, умрут здесь, что ли? Я не хочу допустить, чтобы они умерли, поэтому нам нужно сейчас держаться центра. Из всех, кто сегодня будет ехать, я, конечно, хочу, чтобы вот эти ребята проехали. Машина, я думаю, это весит больше, чем гелик, учитывая, что у нас еще сзади прицеп. Тоже достаточно тяжелый. Главное, держаться центром. Все, мы это понимаем. Ой-ой-ой, что-то у нас притормаживает. Я уже вижу, как сходит немножко с дистанции, блин. Пожалуйста, ребята, держитесь. Вроде выровнялись. Потихонечку. Будем ехать по сантиметрикам, главное нам доехать. Боже, как он весь трясется. Чуть влево, чуть вправо, начнется смещение. Мы также завалимся. Ну и дальше вы знаете, что будет. Ох, да. Слушайте, мне кажется, достаточно было просто им проехать по этому мосту. Вот тебе и весь отдых. Потому что такой адреналин ты получаешь, да? Только самые безбашенные поедут по этому мосту. Блин, начинается. Начинается смещение. Я пробую уходить правее. Нам нужно держаться сейчас правее. Но нет, не получается, друзья. Все. Я уже даже боюсь ехать дальше. Не могу я выровняться здесь. Я чувствую, что мы точно так же сейчас положим машину, как и наш гелик. Я этого не хочу. У нас еще и прицеп тоже ляжет. Тогда мы не выберемся отсюда. Вот что сейчас делать? Конечно, на подмогу никого не позовешь. Это опасно, чтобы сейчас кто-то сюда заезжал. И в роли помощника у нас будут военные. Вес, конечно, будет намного серьезнее теперь. Но я что хочу сейчас? Чтобы выровнялось. Слушай, мне кажется, нам его не перевернуть даже никак. Наверняка. Хотя, блин, я не знаю. Будем пробовать. Будем пробовать делать хоть что-то. Веса теперь будет еще больше. И мост у нас обрывался на вот этом автомобиле один. Но, может, все-таки... Смотрите, выдерживает пока. Может, сработает, а? По чуть-чуть. Спецоперация. Вытащить наших ребят нужно обязательно. Главное, чтобы ты не хрустнул. Блин, ты тоже заваливаешься, что ли, уже? Ну, что ты будешь делать? Может, наоборот надо, друзья? Посмотрите, что происходит. Нет, 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 нет. Да. Спецоперация пошла. Не по плану. Те ребята тоже упали. Я решил отправить повторно ребят, поскольку мы упали нечестно. В тот раз, да, я согласен, ребята улетели, все, они опрокинулись. Там делать больше нечего, как говорится. Вытащить их уже не получится. Они не прошли. Как есть, так есть. Но эти ребята, возможно, военные пройдут, если не этот джип. Давайте пробовать. И сейчас, наверное, нужно держаться наоборот. Скорее всего, левее, что ли. Но самое главное, что я вижу, нас выдерживает. То есть, примерно на этом моменте нас уже обрывало. Я помню, в прошлый раз, смотрите-ка. Работает все-таки. Работает. Распределение веса работает, друзья. Это я вижу. И причем держит мост нормально. Чувствуется, что крепко. Мне кажется, тут и два автомобиля таких проедут. Газулечку. Поддадим. Все, военные, выезжайте. Смело. Вот это здорово, ребята. Вот это здорово. Наконец-то. На этом автомобиле мы, по-моему, еще не проезжали ни разу. По мосту подвесному. Деревянному. А тут мы раз и проехали. Смотрите-ка. Неужели, друзья, и дальнобойщик Василий сегодня проедет? Но перед этим, конечно, должен проехать автобус. А автобус непростой. А автобус тюремный. Но знаете, что меня смущает? Вроде бы решетки, да? Все, никуда не выбраться. Все отлично. Ребята в заточении. Но, блин, как бы, не знаю. Люки. Даже отсюда уже можно выбраться, мне кажется. Ладно, бог с ним. Главное сейчас провести этих тюремщиков. Давай, автобусик, не подкачай. Ты весишь больше. Мы это знаем прекрасно. Тут же застряли. Но это не беда. Стекла полопались. Массивный такой. Чувствуется тяжесть вся. Трется уже бампером. Слушайте, мне кажется, он не выдержит мост. Все, это на грани уже. Я чувствую, что он на грани. Автобус точно мост не выдерживал. 100%. На военном транспорте мы еще как-то могли проехать на предыдущем. До половины. Моста. И он обрывался. Но на автобусе, на одном мосту точно не проехать. Так, только не заваливайся. Газульку. Даем газ. Ой-ой-ой. Нет. Нет. Одна сторона оборвалась, ребята. Заключенные падают в воду. Ужас. Все, автобус заполняется, соответственно. И знаете, как в аквариуме там-то. Но сейчас, друзья, опять, опять было неверное распределение. То есть, чтобы нам проехать, нам нужно идеально ровно передвигаться. Я так, к сожалению, не могу. Я лично за дальнобойщика Василия очень сильно болею. Я хочу, чтобы он наконец-то четко и профессионально выполнил свою задачу. По крайней мере, хотя бы не довезти там, да, груз. А просто проехать по этому гребаному мосту. Надеюсь, дальнобойщик Василий, у тебя сегодня это получится. Я сделаю для этого все возможное. По чуть-чуть. По чуть-чуть, и мы с тобой обязательно проедем. Но это вес. Это вес, друзья. И он огромный. Единственное, не знаю, он больше автобуса или нет. Но здесь мост уже обрывался у нас. Ой-ой-ой. Опять? Два моста оборвалось? Дальнобойщик Василий. Дальнобойщик Василий, я не знал. Как просто два моста не выдерживают дальнобойщика Василия. Я уверен был, что мы пройдем. На военном транспорте мы прошли. Ну как же так? Ладно, ребят, я знаю, что я много допустил всяких ошибок. Наверняка потому, что я еще и медленно ехал. Давайте сейчас немножечко побыстрее попробуем проехать на этом транспорте. И эти ребята, учитывая, что дальнобойщик Василий не смог проехать, ну хотя бы они. Давайте они сегодня проедут, не будем тормозить. Самое главное не тормозить. Блин, как-то... Ой-ой-ой. Мы просто провалились. А вот, пожалуйста, нельзя ехать быстро. Выясняется все потом уже на опыте, понимаете? Быстро едешь, мосты расходятся в обе стороны. Медленно едешь, тебя переваливает. То есть нужно держать равновесие. Это самое главное. Надо будет все-таки попробовать без прицепа. Сначала его отправить, а потом уже подсоединять прицепчик. Возможно, он играет ключевую роль в весе. Здесь-то вес небольшой, но почему-то сейчас два моста очень сильно расходятся. Видите, опять начинает заваливаться на одну сторону. Едем аккуратненько. Тихонечко. Получается, 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 не получается. Черт подери. Слушайте, ну это очень тяжело. Эта идея очень плохая была для властей. Очень плохая. Как обычно. Непонятно, куда идут деньги. Куда идут наши налоги. Легче вот так вот просто. Нет, так не легче. Уж 100% так не легче, друзья. Ни скорость, ничего. Это невозможно просто. Конечно, здесь легче по одному мосту уже проехать. И мы с вами знаем, что по одному он проедет. Это, наверное, максимальный вес, который может выдержать, хорошо выдержать этот мосточек. Елочка, блин, нам, по-моему, помешает сейчас, нет? Замечательно. Нам кустики мешают. Но мы все равно проезжаем. Чувствуется. Это, знаете, просто как через кусты прям пролез. Я думал, что мы вообще не проедем. И по одному мосту у нас получается выезжаем нахрен отсюда. Есть. Есть. Все. Ребята едут дальше. Слава богу. Хотя бы так. Хотя бы так. Это все-таки, друзья, два моста для тяжелого транспорта, таких как военные, но и дальнобойщик Василий. Давай-ка ты попробуй все-таки без прицепа. Как ни крути, но даже если у нас и пустой прицеп, он все равно весит достаточно много, потому что он большой. И он, конечно, друзья, также играет ключевую роль в жизни дальнобойщика Василия. Смотрите-ка, пока получается более-менее. Главное сейчас опять же, чтобы нас не начало заваливать. Один мост не выдержит. Два выдерживают. Мы уже это видим. Есть плюсы, но добираться по такому мосту очень тяжело. Мы сейчас, по-моему, провалимся. Ай-ё-май-ё. Только бы не провалиться колесами. Блин. Господи. Опа. Не выдержит. Не выдержит. Нет, держись. О, дальнобойщик Василий. Дальнобойщик Василий. К сожалению. К сожалению. Хоть ты и не упал в воду, но все равно чуть-чуть не хватило. По-моему, мы чуть-чуть больше половины прошли, да? А это значит, друзья, что, по сути, может получиться. Может получиться, если действовать более грамотно. Сначала мы спускаемся с небольшого разгончика. И спокойненько едем, едем, едем. Дальнобойщик. Васька. Васька, держись. Дал газон. Специально для тебя. Нет. Нет, нет, нет. Нельзя быстро ехать здесь. Нельзя здесь быстро ездить. На этот раз в воду улетели. Прости, Василий. И кажется, друзья, я понял, в чём ещё всё-таки была моя ошибка. Надо было эти мосты ближе друг к другу подвинуть. Вот тогда-то, тогда-то, возможно, у нас не было бы таких проблем, которые мы видим сейчас с вами. Видите, у нас действительно проблемы. Переваливание. Порвался вообще мост. Так, последний раз я пробую делать что-то для дальнобойщика Василия. Но на этот раз я буду очень внимателен и аккуратен. Но если нас начинает заносить вправо, то нам, получается, нужно держаться левее. Я так понимаю. А если влево, то правее. Так и будем делать. Потихонечку для дальнобойщика Василий. Не зря же ты купил КамАЗ. КамАЗы нынче дорогие у нас. И просто так ими раскидываться нельзя. Поэтому езжай потихоньку. У тебя обязательно все получится. Если, конечно, ты не будешь заваливаться так. Вот, получилось. Так, теперь в другую сторону. Вроде получается. Нет? Да, получается. Нет, 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 пожалуйста. Держимся. Левее, левее, левее. Получается так, что ли? Нет. Ёлочка, держи нас. Нет, нет, я не могу. Он еще и обрывается, в конце концов. Это невозможно, друзья. Это просто невозможно. Потому что дальше КамАЗ пытается уже подняться вверх. И, видимо, все-таки вес тут тоже очень сильно влияет. Но, друзья, мы поняли, как от веса все-таки реагирует этот мост. Ехать достаточно тяжело. Но что, если попробовать пролететь по этому мосту? Именно так бы сделал таксист Даниэль. Как гласит русская народная пословица, наверняка все вы знаете. Тише едешь, далеко не приедешь. Потому что, соответственно, нужно давить всегда газ в пол. Торопиться, чтобы быстрее добраться до места назначения. Аккуратненько. Вот так вот. Вот почти. Почти Даниэль справился со своим заданием. Вау, это же не упали, друзья. Слушайте, а это работает. У нас может получиться. Нам нужно выбрать один мост. То есть, глупо лететь на скорости в центр, потому что мы просто провалимся. Но один мост, по идее, должен справиться. По правому мосту, друзья, у нас там елка. Поэтому мы не будем по нему проезжать. На большой скорости она очень плохо сказывается. Выберем левый мост. Давай, Даниэль. Надеюсь, сейчас у тебя получится. Главное, ровно. Держаться, пожалуйста. Почти. Блин. Доехали? Доехали. Да, на крыше. Да, под мостом как-то. Но самое главное, чтобы мы доехали. Но можно доехать и без последствий. Просто клиент в машине Даниэля очень боится высоты и говорит. Слушай, вот тебе тысяча долларов. Пожалуйста, не тормози. Давай пролетим этот мост как можно быстрее. Он такой, да без проблем. Почему бы нет? Хорошие денежки вы мне заплатили. Спасибо большое вам, клиент. И мы постараемся сделать все. Отлично. Отлично. Не совсем без последствий, друзья, да? Но самое главное, что они могут ехать дальше. Да, друзья. Задача выполнена 100%. Супер. Супер. Вот это классно. Немножко, конечно, досталось, наверное, пассажиру. Но они оба живые. И даже машина едет еще и на хорошей скорости при этом. Но получится ли подобное у наших друзей, которые любят охоту, которые любят рыбалку и которые не любят высоту? Мне кажется, что, наверное, нет. Елка, блин, забыл про елку, и мост сразу же рвется в любом случае. Что с той стороны, что с этой он бы порвался. Но мы не упали при этом вниз. Как бы там ни было, друзья, но, конечно, власти все-таки лучше строить качественный. Да, выделить деньги и построить качественный, большой, хороший, бетонный мост. Для того, чтобы люди могли нормально по нему переезжать. Но это не мост. Это просто кусок мусора ненужного. Кому ролик понравился, друзья, обязательно ставьте лайки. Пишите свои идеи в комментариях. Каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok